всем привет привет всем отличные недели хорошего настроения хочу поблагодарить новых подписчиков все больше и больше я вижу новые имена на своем канале вот приходится знакомиться заново с одной стороны очень приятно что новые люди приходят другой стороны опять же таки приятно потому что ну энергия движется и ничего не остается стабильным вот люди растут уже готовы самостоятельно идти в изучение самоопознания плюс ко всему энергии меняются как я уже говорила у меня поскольку я транслирую это через себя и как следствие притягиваю других людей людей с другими энергиями вот но я очень рада добро пожаловать рада вас всех приветствовать благодарю за комментарий что еще у новых подписчиков знаете как-то еще не выстроенные связи коммуникации не знаю может быть кому-то кажется странным что я отвечаю вот в комментариях лично они просто лайкаю в общем добро пожаловать расклад который мы будем делать сегодня предложила мне в телеграм-канале лариса называется он энергетические врата то есть какие энергии приобрет при обладают на данном этапе вот это вот мы с вами будем смотреть будем смотреть на не знаю как это колода скорее всего она оракульная называется она соул карт 2 а потому что есть и один вот коробочка вообще все колоды которые у меня с которыми я работаю да и многие новые подписчики почему я понимаю но потому что ну старый уже в курсе спрашивают все колоды с которыми я работаю которые вы видите а в моих раскладах есть отдельный плейлист который называется обзоры моих колод можете туда зайти я всегда говорю если например сложные какие-то колоды где-то достать я даю ссылки так где я это купила что вот вот может и туда зайти и посмотреть это один момент и второй момент хочу сказать по поводу своего дневника раскладов вы пока позиции выбирайте по поводу своего дневника раскладов сегодня я нет не сегодня на днях я пересмотрела его вот и за то время когда я его начинала создавать а его постоянно дополняю это тот дневник раскладов которые у вас есть как у меня есть как услуга вы его можете приобрести там насчитываются по-моему 111 либо 116 готовых раскладов то есть вопросы к раскладам этот дневник он подойдет не только коллегам тарологом да когда уже есть готовые расклады но этот дневник он еще идет для самопознания то есть вы можете брать любой расклад с вопросами с ручкой с бумажкой задавать себе в расслабленном состоянии и получать ответы это может быть такая очень интересная практика а один момент второй момент поскольку все эти расклады которые находятся в дневнике раскладов они есть у меня на канале под таким же названием вы можете зайти в плейлист правда я не знаю за какой год будет тот или иной расклад вот но у меня есть три пола три папки в плейлистах согласно каждому году вот и зайти туда и посмотреть найти этот расклад и потом можно будет сопоставить то есть то что ответили вы и то что вы услышали в раскладе это тоже такая интересная работа кому действительно хочется работать с собой потому что как бы я не казалась жесткой своих каких-то убеждениях и взглядах я все равно считаю что мой канал он направлен на на самопознание самопознание это самостоятельная работа я что-то подсвечиваю на что-то указываю на работа должна быть самостоятельной и именно работа то есть человек должен прикладывать усилия это не развлекательные моменты когда просто посмотрела и забыл ну толк от этого тогда никакого не будет вот если вы действительно хотите в себе разобраться что-то понять то вот тогда действительно начинается работа над собой тогда вы сможете добиться определенных успехов своей работе опять же таки я стараюсь разбавлять серьезные расклады более такой мягкой тематикой вот иногда бывают расклады которые я называю такие знаете коммерческие которые все смотрят либо просто веселые там например есть у меня на канале расклады какое вы животное какой вы цвет какая вы геометрическая фигура но ясное дело что за вот такими вот психологическими тестами виде раскладов с одной стороны вы развлекаетесь потому что ну особо думать там не надо это другой стороны просто что-то узнаете о себе и смотрите на себя со стороны то есть в любом раскладе есть определенный посыл также хочу сказать для новых подписчиков что не всегда название расклада вот прям сто процентов отыгрывается в самом раскладе это не говорит о том что я делаю что-то другое просто я всегда иду за течением разворотом расклада вот то есть я задаю тему а как что карты покажут это уже другой момент и очень много таких есть провокационных моментов да когда например там за что вы себя ненавидите да и либо кто вас ненавидит и вы можете посмотреть этот расклад и сказать что блин мне это вообще ничего не отыгрывать я не буду этот расклад смотреть а потом заходите и получаете подтверждение своих догадок что я могу сказать например в раскладе что а вас никто не ненавидит вас наоборот все любят ну то есть мы не знаем ответ заранее и и заголовок он не должен вас отгонять отторгать как это отпугивать отпугивать от просмотра то есть если вы действительно настроены на поиск и на понимание то вот на этом канале вот именно такие расклады некоторые могут быть сложными опять же таки кто приходит ко мне на блиц консультации и будет предходить вот начиная с этого момента и далее хочу сказать чтобы уже и не повторяться хотя в принципе в каждом близ и раскладе индивидуально говорю меня не надо слушать буквально я никогда не говорю буквально знаете как пифе она не то чтобы говорила загадками она говорила информацию такой какая она идет а вот то как человек ее распаковывает то как человек и и понимает интерпретирует это уже все индивидуально поэтому если я например говорю в каком-то примере и но в каком-то раскладе использую пример что такое ощущение что вот вы как будто бы там я не знаю приняли свежий душ это лишь для понимания это не говорит о том что это вот буквально вы идете это делаете почему я это уточняю потому что есть люди которые понимают буквально меня буквально понимать вообще не нужно почему потому что я связываю очень много разных вещей вот я и мое мышление само по себе она такой достаточно сложно вот и ну мой мозг он работает так с отяжелением да и поэтому я везде вижу какие-то смыслы и понятия поэтому когда я что-то говорю я вкладываю смыслы но я не могу вам рассказать свои собственные смыслы потому что это не имеет значения у вас это будет зависимости от вашего уровня восприятия актуальности да вы будете интерпретировать по-своему расклад вот такая оговорка и сегодня когда мы с вами будем расклад смотреть расклад на тему энергетические врата какие энергии преобладают на данном этапе вот исходя из того что я уже последнее время в лиц консультациях энергия абсолютно разное то есть в большей степени пассивные меньшей степени активны то есть есть люди которые готовы к чему-то новому это очень маленький процент в большей степени есть процент который находится вот либо состояние ожидания либо в состоянии долг созревания да вот ну еще и плюс ко всему зима сейчас и вот то есть вот этого состояния что я не готова еще двигаться кто-то не готов потому что есть установки старые которые не дают двигаться а кто-то не готов потому что идут внутренние процессы и имейте ввиду что если вдруг что-то вашей жизни не происходит и вы чувствуете какую-то пустоту какой-то застой может быть это связано с каким-то унынием если у вас нету психологического какого-то диагноза виде там я не знаю какого-нибудь психологического расстройства да депрессии то в принципе то есть если нет каких-то показаний на это счет то в принципе это естественный момент когда внутри вас что-то перестраивается когда что-то меняется внутри вас внешний мир он как будто бы замирает потому что нужно время на то чтобы трансформировала чтобы форма обрела и устаканилась прежде чем она будет проявлено в материальном мире на это нужно время люди этого не всегда понимают это опять-таки связано с вашим уровнем того насколько вы наблюдательны поэтому самопознание в первую очередь это наблюдение за собой вот если вы почаще будете наблюдать за собой вы заметите где и в каком моменте у вас есть цикличность и вы будете лучше себя понимать что вот нужно мне сейчас двигаться или нет не задаваться вопросом не входить в какие-то сомнения дуальность а что происходит а как то есть если вы будете наблюдать за собой вы поймете что так же как в времена года цикличный точно так же и ритмы человека они цикличны поэтому больше наблюдайте за собой вот что вы делаете какие у вас мысли крутятся какие эмоции у вас происходит какие ситуации повторяются потому что паспа по сути мы то что я вижу и в лиц раскладах да если человек долгое время ну я работаю с человеком долгое время я вижу что очень медленно двигаются энергии бывает такие моменты что большой период времени вообще ничего не меняется вот и смотришь расклада и нечего сказать человеку потому что перемен нет каких-то опять же таки с одной стороны это связано с энергиями то что человек но должен созреть до чего-то дали бы какие-то внутренние процессы происходит и он должен находиться в пассивности а с другой стороны это может быть тот момент когда человек не работает над собой да то есть он играет в игру что да я все понимаю я там что-то меняю но по факту поле его не изменяется вот оно какое было но таким и останется да и то человек только находится каких-то своих мечтаниях фантазиях о том что что-то изменится а ничего не меняется потому что он не предпринимает никаких дел вот мне кажется это вступление к чему к тому что мы сегодня будем с вами это рассматривать поэтому я про это сказал я взяла значит колоду втором приведений как ни странно эта колода не то чтобы она мне нравится от рисовка а она так аккуратненько сделано до по размеру и качество такое хорошее мне просто нравится ее тусовать мне нравится и держать в руках вот поэтому я решила поработать на ней не то чтобы я и как-то выделяю из других колод своих рабочих вот но в любом случае значит убираем позиции думаю вы для себя выделили позиции номер один голубенький камешек единички смотрим ваши энергетические врата какие энергии преобладают на данном этапе то есть до того как вы пройдете в эти вар врата как вы пройдете в этот портал сейчас какие энергии у вас преобладают такие знаете достаточно противоречивые почему объясню потому что с одной стороны шестерка жезлов да я я победитель то есть я это следствие до результат того что ранее были проделаны какие-то работы и человек ощущает уверенность в себе на как будто бы человек победил внутри себя что-то преодолел себя в чем-то то есть он является победителем для самого себя внутри он это чувствует то есть если есть какие-то преграды если есть какие-то убеждения если есть какие-то сдерживающие факторы внутри человека энергетически то он ощущает что он что-то сделал у него есть вот этого чувства что я сделал все правильно и как следствие во внешнем мире да это а состояние отображается это состояние гармонии именно в социальном мире то есть когда человек как это сказать ярко себя проявляет в социальной сфере вот у него нету страхов у него нету сомнений и он вот своим внутренним настроем проецирует во внешний мир гармонию удовлетворения от достижения каких-то своих желаний и целей то есть что-то у него получается хорошо и мир ему это зеркалит и показывает это с одной стороны вот этой энергии но с другой стороны у нас здесь значит преобладает другая энергия это четверка четверка мечей энергия отстранения удаления да когда человек есть какие-то моменты которые человек долгое время думал не может найти решение и принимает опять-таки принимает решение прямо он не может найти решение задачи и принимает решение от страницы передохнуть может быть даже где-то в чем-то сдаться если он понимает что ну бессмысленная борьба вот я не могу ее решить я не могу найти ответы поэтому я принимаю такую пассивную позицию может быть в чем-то в ожидании может быть в чем-то то что я передаю как-то вот ответственность может быть высшим силам дам на хочет сказать на произвол судьбы пускай она будет так как будет может быть человек принимает здесь решение что еще не время что-то делать то есть ситуация пока не проявлено и вот он отдаляется очень похоже на аркан отшельника но в отшельнике все равно есть такой активный посыл поиска здесь наоборот пассивность это может быть также и желание отдохнуть желание немножечко полениться не думать да то есть разгрузить свою голову для кого-то здесь может проиграться и не знаю физические какие-то заболевания и когда ну человек находится в постели но здесь скорее всего это прям для самого маленького процента три наверно а для остальных вот этого четверка мечей вкупе шестерка жезлов она будет показывать что я принимаю решение вот вы что-то проделали какую-то работу вы получили первые результаты вы получили удовлетворение подтверждение того что все идет правильно верно и и дальше вы не проецирует не не планируете то есть дальше вы хотите оставить ситуацию на том этапе на котором она находится чтобы она либо медленно до созревала либо чтобы она сама ситуация развернулась таким образом чтобы показала вам в каком направлении вам двигаться то есть четверка мечей указывает на то что я сейчас сделать ничего не буду но это не значит что я поставил крест это значит что я сдался сдался то есть примирился то есть отпустил ситуацию опять-таки не потому что я в нее не верю а потому что иногда пространство должно развернуться и так как так сказать так как правильно что ли то есть вот вы приложили какие-то усилия да например камень как сисов труда камень на на гору толкали толкали достигли пика отпустили и камень значит с горы сам спускается то есть ну к сказать скатывается вы вы ничего не делаете по сути да он сам падает вниз то есть вот здесь примерно вы что-то сделали отпустили эту ситуацию и дальше за ней наблюдаете как она будет разворачиваться и не знаю на каком из трех этапов вы находитесь того что я говорю вот но это это может быть идти параллельно это может касаться разных сфер это может касаться одной какой-то сферы то есть здесь переплетения могут быть абсолютно разные и время о котором я говорю она не линейно это вот я вот последний момент очень сильно убеждаюсь это исходя из бред консультации что возможно то что я говорю это уже было у человека либо то что я говорю это настолько далеко что она еще не происходит потому что то как вы все фоните в энергетическом поле это вот прям абсолютно разное то есть вам кажется что это будет где-то как-то там тогда далеко а по факту это случается например именно сейчас да то есть там есть на запланировали какое-то путешествие до в отпуск поехать куда-то но вы настолько хотите его сейчас что вы очень активно думаете об этом и в поле она считывается как будто оно происходит сейчас не тогда когда вы поедете а сейчас она уже как будто бы разворачивается все зависит от того ваши мысли формы наполняются вашей энергией и они влияют на то пространство которое считываю я поэтому третий вот этот вот аркан тройка жезлов он как раз и говорит о том что может быть сейчас вы находитесь в таком состоянии когда вы вот то что я сказала до мысли формы и по поводу вашего будущего до что-то вы хочется сказать магически то есть здесь не то чтобы думаете вы представляете вы представляете то есть здесь может быть сто процентов такая работа когда человек представляет себя здесь понимаете в вопросе фантазий есть некий такой процесс на то есть я представляю как это будет вот это вот потом с этим свяжется потом я пойду туда потом я встречу вот этого человека потом я возможно познакомлюсь с другим человеком потом я пойду куда то есть есть некий такой процесс здесь данном случае именно как в портале как идет телепортация то есть ты встал представил место куда ты хочешь пойти шагнул и ты уже там вот фантазиях и а вот нету этого момента да когда я представил шагнула я уже там вот это тот процесс когда я представляю как я выхожу как я беру там я не знаю автомобиль автобус куда-то еду но то есть там есть промежуточный этап у вас этого промежуточного этапа здесь нету сейчас то есть вы как будто вы представляете здесь свое будущее но как конечный результат и вы его наполняете энергии то есть здесь присутствует какая-то фокусировка и конкретика то есть ощущение того что вы отбрасываете много лишних вещей да то есть пришло возможно осознание и понимание и вы для себя нашли какой-то более короткий путь реализации того что вы хотите и это проявляется так что знаете вот подумал сделал вот именно вот в таком коротком формате то есть я подумал значит я буду делать не будет вот промежуточных этапов что я подумал потом надо запланировать потом с кем-то поговорить потом может быть наполнить еще как-то эмоциями нет вот это вот все лишнее она уходит и вот четверка мечей и тройка жезлов она как раз и говорит что мысли которые у вас здесь сейчас появляются то есть ту форму которую вы создаете мыслью формы вы ее наполняете вот этой тройка жезлов перспективами то есть вы заполняете энергию вы как будто бы сказать знаете как как создаете свое будущее через представление вот вы что-то представили потом оно на следующий день случилось там либо это не как телепатия это именно не знаю вот какой то здесь это новый процесс и у вас происходит и вы понимаете что он правильный ну то есть что-то новое вы для себя здесь открыли в моменте какой-то вот я не знаю моделирование своей жизни да вот правильное слово моделирование вы нашли какой-то для себя ну секрет что ли как моделировать свою жизнь так как хотелось бы почему-то очень быстро говорю потому что здесь вот такие энергии уверенности да и с другой стороны надо успеть надо успеть почему потому что как будто бы горизонт которые перед вами открылись да вот здесь вот прям этот парусник изображен как летучий голландец некий такой надо надо успеть словить правильный ветер да потому что он поможет как как сила двигающая сила достичь быстрее своих результатов то есть одно дело когда ты идешь против ветра либо вообще без ветра другое дело когда тебе идет сопутствующий ветер и поэтому здесь есть вот эта вот скорость да я словил вот как как-то на своей волне как какой-то импульс какая-то идея здесь удалась вы ее поймали вот эту волну и на этой волне вы двигаетесь вперед и вот эта четверка мечей она не является здесь как такой момент знаете я устала я не могу нет нет здесь не про это здесь отстраненность для чего для того чтобы сфокусироваться для того чтобы вот как отдалиться от внешнего мира который создает какие-то помехи шумы то есть мне важно понимать себя четко конкретно и для этого мне нужна тишина и в этой тишине я могу делать все что ну то есть какая такая рабочая тишина в которой я могу делать то что мне необходимо и вот эти вот внешние помехи мира вне меня они мне не нужны поэтому я отстраняюсь то есть я ослабливаю вот эту вот энергию уверенности дальше я ухожу но возможно как медитативное такое состояние знаете тишины мне никто не нужен и в этой медитации она не пассивная здесь я не просто так наслаждаюсь там по мирам путешествую а я работаю вот в этом состоянии здесь идет работа по созданию про по моделированию вашего будущего вот здесь вот какие-то такие энергии идут так ну и давайте посмотрим на оракульный да это оракульная же колода энергии какие энергии преобладают на данном этапе вот в принципе да то что сказала подтверждающая сейчас я подниму это все тело шпана в кадре вот таких энергиях я говорила да про сисов труд про гору вот человек сидит и его значит голова обращена наверно на небо но он здесь не мечтает здесь нету голубого цвета здесь нету фантазии здесь есть наличие желтого цвета до стихии воздуха то есть голове голова мечи смотрите прям упала под мечевым арканом в голове у человека и то идет какое-то планирование да то есть стихия воздуха человек как будто бы поднимается как это сказать там своем сознании да он хочет расти то есть здесь ярко выраженный какой-то рост рост именно над собой рост не там я не знаю не в коневка не в карьерной лестнице не в личной жизни а именно рост над собой и здесь человек думает но здесь мысли они продуктивные здесь мысли не о воспоминаниях прошлого здесь нету мыслей по поводу там я не знаю фантазии что-то такое потому что фантазии опять же таки присутствует вот какая-то пассивность и как заменение нереализации невозможности реализовать свои какие-то идеи то есть идеи которые мы превращаем в цели и они реализуются а есть те которые вот мы ну знаем что мы их никогда ни при каких обстоятельствах не можем реализовать но мы этого очень хотим например там я не знаю а я хочу не знаю родить например ребенка я понимаю что биологически там я не знаю возрасте там 50 60 лет да а когда уже есть минута паузы ну это невозможно и у меня остается только об этом мечтать да то есть вот что-то такое на пассивное здесь нет здесь какие-то продуктивные моменты идут вот именно моделирование вы моделируете вот не хочет просто посмотреть что конкретно вы моделируете вот в этом своем-то будущем здесь есть что-то такое конкретное что вы создаете ну во первых здесь вот есть такие моменты действительно повышена действительно работой над над собой то есть кто-то находится в контакте можно сказать да в контакте с высшим я с ангелом-охранителем там я не знаю с каким-то помощником союзником с тонкого плана вы находитесь поэтому здесь и четверка мечей есть с каким-то своим союзником помощником в прямой связи на то здесь идет какая-то коммуникация и эта коммуникация она идет ментально поэтому я сказала она эффективная здесь не про помечтать а здесь действительно какая-то интеллектуальная работа идет возможно на ментальном плане может быть виде не знаю как-то телепатически может быть напрямую сознание созданием для чего что вы здесь моделируете вы моделируйте свою наилучшую жизнь здесь человек я не знаю что конкретно произошло но он точно нашел для себя какой-то способ как стать счастливым под счастьем я подразумеваю реализацию своих собственных желаний и вот эта вот модель она идет как-то вот знаете через коммуникацию самим собой что лет через то есть одно дело когда мы говорим да что в наш внутренний мир он отображается во внешнем это слова здесь у человека есть это понимание откуда появилось это понимание он получил какой-то опыт то есть он что-то сделал в действиях и он понял и осознал что это вот именно так работает что это действительно работает что это не просто красивые слова он для себя здесь нашел вот то что я говорю какую-то модель поведения и она у него рабочая и он очень много времени проводит именно в этом состоянии для того чтобы смоделировать свое будущее его вот прям здесь очень как-то знаете так затянуло этот процесс на то есть затягивая с хорошей точки зрения на он как втянулся вот ему настолько это понравилось это настолько рабочее что он с одной стороны он это изучает потому что все равно это еще новое для него а с другой стороны он уже это начинает практиковать и здесь вот вот это вот наличие этого света да когда а ты обращаешься посреднику а посредник обращается к первоисточнику то есть это может быть работа с вашим бессознательным вы обращаетесь к бессознательное но му а бессознательное уже как некий такой посредник до передает к источнику для того чтобы получить то что вы хотите но однозначно здесь вы моделируете что-то такое позитивно мне не показали что конкретно возможно у каждого это будет свое но показали модель того как как это все происходит вы сейчас находитесь именно в таких энергиях позитивные энергии преобладают я бы сказала это энергии создание творения но с помощью именно своего сознания через то что вы своим сознанием влияете на то пространство которое вас окружает и чтобы вот ну здесь что-то как-то знаете как напоминает как гипноз вот я кого-то за гипнотизировал да то есть а для того чтобы этот человек что-то сделал либо для себя либо для другого но здесь нету подавления воли да здесь все как-то вот добровольно здесь вот именно в данном случае вы влияете своим сознанием не на людей а на пространство и пространство на нас создает вам в создает ту картинку где вы можете реализовать то что вы хотите то есть это вот я не знаю как в сказках может быть да знак волшебной палочкой вот этот вот процесс махнул волшебной палочкой палочка в данном случае это посох а посох это олицетворение начала жизни в том числе и желание вот он смахнул повлиял энергии своей да то есть посох фокус внимания сконцентрированная энергия направил свою сконцентрированную энергию на что-то и произошло волшебство то есть и пространство подстроилась энергетически по тот посыл который был направлен в виде этого луча сконцентрированной энергии и произошло чудо то есть я говорю это метафорично но здесь происходит что такое буквально и вот здесь как будто бы человек прям не то чтобы он одержима какое-то другое слово есть но в позитивном ключе то есть он он прям горит он прям горит пробовать это практиковать отточить этот навык сделать его частью себя вот и поэтому в принципе это достаточно такой позитивный момент но это какой-то новый навык вот такие здесь энергии так это был первый вариант потом напишите что там магическое да что вы там делаете так первый вариант второй вариант двоечки смотрим ваши энергетические врата какие энергии преобладают сейчас у вас у нас повыше подниму что потом можно было другие карты выкладывать здесь как будто бы идет по нарастающие какие-то эмоции достаточно болезненные да потому что там тройка мечей выпадает десятка кубков тройка мечей так и двойка мечей что здесь за энергии ну двойка мечей в данном случае здесь говорит о том что человек хочет как-то сбалансировать сбалансировать ситуацию в которой он не уверен то есть здесь есть какие-то какие-то две информации они возможно противоречивые они либо это вот ваши в голове да что такое происходит то есть вы получили какую-то информацию и она вызвала у вас бурю бурю эмоций и после этого вас как будто бы ваше состояние оно стало дуальной то есть одной стороны вот я думаю как поступить вот так и если я так поступлю то будет такие последствия либо поступить как-то по-другому будет другие последствия здесь человек он колеблется да он как-то как-то маятся но здесь вот это вот метание да вот это вот маятник он если вы вспомните как если правильно говорю галеры да вот это вот лодки раньше как были там где присутствовали у них весла то есть визуально они как будто бы шаг вперед шаг назад раскачиваются да вот это вот для того чтобы веслами благодаря веслам до продвигаться вперед вот на этой лодке вот здесь что-то такое вот это вот колебания раскачивания ощущение того что оно должно дойти до какого-то критического момента прежде чем что-то произойдет то есть вас долго будет возможно раскачивать там вперед-назад 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 дойдете до какого-то критического момента ритма какого-то внутреннего когда вы поймете что все не знаю может быть амплитуда выросла настолько да что эти мнения не стали ну вот кардинально противоположными, то есть полюса настолько отдалились от гармонии, что человек вот его куда-то выбрасывает в какое-то третье состояние. Вот оно, третье состояние тройки мечей. Но это вот проходит как-то, знаете, через десятку кубков. Интересно, здесь десятка кубков, в принципе, аркан удачи и наполненности эмоциональной. Но мы видим здесь так интересное привидение, да, и смерть с косой бежит. То есть смерть с косой в контексте завершения привидения его здесь догоняют. То есть десятка кубков это некое такое иллюзорное состояние. То есть вы сейчас пребываете в состоянии, когда вас раскачивает вот в этой дуальности, пока вы не дойдете к какого-то критического такого состояния, что вот маятник прям очень сильно берет амплитуду. И это этому должно, должен прийти какой-то конец. Только вот вы как-то, не знаю, через пиковое состояние, например, когда человек там в чем-то расстраивается, начинает плакать, да, вот он плачет, плачет, вот как-то идет это по нарастающий, по нарастающий, да, потом у него появляется истерика, и потом он уже не может успокоиться. Потом нужно что-то сделать, да, на спад потом должно пойти, чтобы эта истерика, она остановилась. И потом уже даже когда останавливается истерика, все равно есть вот эти вот схлипы, да, вот это, я не могу успокоиться. Вспоминайте, как дети, да, плачут. То есть вот здесь какое-то такое состояние, когда очень яркая такая дуальность, после того, как вы получили информацию, она может касаться любой сферы, да, здесь не обязательно личной жизни, может касаться профессиональной, вы не знаете, вот вы не знаете, как быть, вы вроде бы и так, и так, и так, и вот это состояние должно дойти своего какого-то эмоционального апогея, когда вы уже скажете, что, блин, ну, либо я решаю, либо горе оно все синим пламенем, ну, потому что, ну, невозможно так жить все время вот в каких-то сомнениях. Иногда такое бывает, как перед страхом, да, допустим, идем сдавать экзампны, и вот пойти, не пойти, пускай передо мной пойдет сначала там другой студент, потом другой студент, и вот вы стоите возле этой двери, шаг вперед, сейчас я открою и зайду, потом не-не, я боюсь, и я ее не открываю, отхожу назад, потом опять открываю, потом в конечном итоге говорит, да ладно, пойду же, и все, и пускай будет, будь что будет, да, и вы заходите, то есть вот это вот будет, что будет, это вот это десятка кубков, то есть я с одной стороны полагаюсь, то есть здесь человек дошел до какого-то своего эмоционального пика, этот пик, он может быть как в плюс, так и в минус, да, но он является некой такой разрядкой, то есть если этот пик был эмоциональной иллюзией, да, то после этого идет, происходит какое-то разрушение, то есть вот дозревал из двойки мечей человек, и дозрел до тройки мечей, то есть в конечном итоге он понял, что, ну вот как-то пазлы сложились, да, пазлы сложились, и я теперь понимаю, что и как, почему происходило, то есть картинка как-то прояснилась, и от этого прояснения человеку стало больно, то есть здесь именно мысли, его мысли причинили ему какую-то боль, как правило, это те состояния, когда человек изначально, у него работала интуиция, и он знал, что ему, допустим, делать это не нужно, там ходить куда-то не нужно, вступать в эти отношения не нужно, ну потому что я вижу, что это не мой человек, и вот мы как-то себе наступаем на горло и говорим, нет, я пойду, да, и потом, когда случается развязка ситуации, а здесь происходит какая-то развязка ситуации, человек понимает, что, блин, ну какого фига я себя не послушала, ну почему, ну я же не глупый, ну почему такое случилось, вот когда я научусь слушать себя, научусь слушать свои интуиции, здесь какие-то такие энергии сейчас у вас происходят, но позитивное это то, что ситуация разрешилась, да, то есть тройка мечей, она дала уже свой результат, какие-то болезненные осознания, болезненные моменты, то есть это те ситуации, когда человек уже упал на дно, и там уже либо ты остаешься на этом дне лежать, либо набираешься сил, отталкиваешься и всплываешь на поверхность, то есть вот все будет зависеть от самого человека, насколько ему хватит внутренних сил, вот здесь вот тройка мечей, опять же таки, я это говорю, возможно, через какие-то негативные моменты, но здесь не факт, что здесь негативная ситуация, то есть это может быть и что-то такое позитивное, не знаю, например, ждали предложение, получили информацию о том, что вас возьмут на две работы, да, то не одной, а то две, и вы прошли собеседование, и вроде бы все окей, и вот вы ждете от ответа, от одной работы, от другой, и вот вы переживаете, и они, зараза, обе молчат, как обычно бывает в жизни, а потом приходит ответ от двух компаний, и вот вы открываете факел, нет, факел это по-гречески, открываете конверт, и читаете, и смотрите, что, куда вас приняли, и в одну вы больше хотели, а в другой меньше, и вас берут туда, где вы хотели меньше, и вы такое в разочаровании, и говорите, ну, ладно, что теперь уже поделать, да, ну, типа, приняли, значит, ну, будем плясать уже от того, что мы имеем, а хотелось бы вот в другую компанию, но не приняли, ну, ладно, и на этом спасибо, да, вот здесь какие-то такие энергии, здесь не всегда негативные, опять-таки, помню вступление, что я говорила, я говорю метафорично, меня буквально воспринимать не нужно, я привожу примеры, но не для того, чтобы в вашей голове сложилась информация, а для того, чтобы вы ощутили энергии, которые я передаю. Так, это об этом, вот такие энергии сейчас преобладают, но мне нравится, что это тройка мечей, или вы будете рыдать здесь, но это тоже хорошо, потому что происходит процесс очищения, избавления от того, что не нужно, либо вы оттолкнете, как я говорю, уже одна, одна бутылка и будете всплывать на ее поверхность, и в том и другом случае это позитивное. Ну, я люблю видеть что-то позитивное в жизни, да, вот, кто-то может застрять в этой тройке мечей, сказать, что я ничего не вижу, ну, окей, выбор, значит, не готова видеть что-то позитивное. Так, смотрим, какие энергии здесь преобладают. Энергия, вот, энергия перерождения, да, перерождение, смотрите, как хорошо карты говорят. Ну, я не брала в руки метафорические эти оракулы, оракулы не метафорические, карта оракулы, да, то есть здесь, смотрите, мы видим вот то, что три этапа, да, тройка мечей, тройка мечей, три аркана, от двойки и тройки, да, то есть три этапа, первый, второй и третий. И вот здесь мы видим три головы, да, то есть здесь человек думал, думал, думал о чем-то, из этого вышло что-то другое для того, чтобы родилось что-то третье. То есть это три плана, да, например, это физический мир, в котором вы проживаете, это эмоциональные мысли, которые сопровождаются той ситуацией, а это ментальные. И ментальный в данном случае он меньше, то есть осознания полного нету этой ситуации. Есть то, что вы проживаете сейчас, чуть в меньшей степени эмоции, поэтому здесь десятка кубков и выпало, она тоже яркая. А вот осознания не так много, но это вот процесс, да, такой вот процесс рождения, перерождения. Мы должны пройти, только если вот в этом, да, у нас здесь идет на спуск, то вот в этом аркане идет на подъем. А здесь вот, если посмотреть на эту карту, да, смотрите, здесь вода, это серебро, это что-то такое земное, может быть, да, а здесь очень, ну, доминирует желтость, так как я это вижу. То есть в некоторой степени солнце, да, солнце и земля. То есть две противоположности. Вот они две противоположности. Они дуальность. Я смотрю в себя, да, в воду, я смотрю в себя, в свое бессознательное, как, смотрю в тебя, как в зеркало, да, да, головокружение. А вот здесь вот голова кружится, вот эти вот исходят волны. То есть здесь такая энергия, когда человек смотрит в себя, вглубь себя, либо смотрит в свою какую-то противоположность, либо смотрит в какое-то отражение. То есть это может быть отражение во внешнем мире в другом человеке. Он видит себя. И вот это глядение, да, так скажем, оно должно смотреть здесь круги, да, и здесь у нас идут круги. Оно должно что-то породить. Возможно, здесь еще и какая-то ситуация у вас идет цикличная. То есть то, что я вам сейчас говорю, возможно, оно у вас не первый раз происходит. Но в этот раз оно происходит для того, чтобы вы наконец-таки это осознали. Хотя вероятность очень маленькая. Но теперь, когда я вам сказала, да, вы будете обращать на это внимание, и мы эту вероятность сделаем достаточно большой. Здесь человек как-то смотрит свое бессознательное, заглядывает внутрь себя. Для чего? Для того, чтобы понять себя. Здесь я почему такую паузу взяла? Потому что здесь такой интересный момент. Если вы посмотрите, да, то здесь отражение, оно перевернутое. То есть голова здесь в одном направлении, здесь голова в другом направлении. Потому что зеркальное отражение, оно как раз-таки вверх тормашками. То есть оно не такое, как вот, не знаю, как смотрят, вот как здесь, да, так смотрят две головы в одном направлении. В данном случае это вот что-то связано с бессознательным. То есть это вот по ту сторону завесы, по ту сторону грани. То есть человек как будто бы хочет разглядеть что-то, что-то для себя понять. Что-то ему непонятно. Эмоции он проживает, он их ощущает, но осознать эту ситуацию не может. Вот в таких энергиях вы находитесь сейчас. Интересный момент. Нужно почаще использовать оракульные карты? Не знаю. Либо метафорические, напишите, если хотите. Будем чаще их использовать. Позиция номер три. Зелененький камешек. Троечки. Смотрим вас. Ваши энергетические врата. В каких энергиях вы сейчас находитесь? Какие энергии преобладают на данном этапе? Тройки в пендаклях. Вот в земле. Хотя вам по природе свойственна огненная энергия, но вам всегда выпадают пендакли. Земля как-то. Энергия земли. Секунду водички попьем. Окей. Так. Какие энергии? Рыцарь пендакли, король пендакли. Аркан звезды. Вы находите сейчас в том состоянии, когда подпитываете... Сейчас, по-моему, по-другому это сказать. Есть у вас какие-то идеи, которые вы хотите реализовать. Причем хотите реализовать долгое время. Эти идеи, они достаточно плодородные. Но, опять же таки, как любая мыслеформа, для того, чтобы она имела место быть, для того, чтобы она существовала и материализовалась, ей нужна энергия. То есть в мире самое дорогое – это энергия. И вот, чтобы ваша идея, ваша задумка по Рыцарь пендакли здесь материализовалась, и она достаточно такая плодовитая, потому что король пендакли, она изобильная, нужно эту мыслеформу подпитывать энергией. И вот для этого вот эта вот жизненная энергия аркана звезды, она здесь и присутствует. То есть вы сейчас думаете о чем-то очень активно. Но здесь мысли, они не просто о том, что какой-то бег, да, голоб, мои мысли, мои скакуны. А здесь какой-то целенаправленный процесс идет, когда вы достаточно, не знаю, обдуманно, достаточно структурно, последовательно продумываете что-то. Здесь не планирование, а здесь вот как будто бы в своей голове вы как-то вот поступательно думаете, сначала я надо сделать вот это, потом надо сделать вот это, потом придет вот это. Вот на все эти процессы, помимо того, что вы их для себя понимаете, вы в каждый процесс впитываете, наполняете вот эту вот жизненную энергию. Если этой энергии не будет, высокочастотной этой энергии, если ее не будет, вы не сможете реализовать то, то, что вы хотите. Здесь необходима какая-то вот, я не знаю, чистота ваша, да, возможно, в прямом смысле нужно что-то почистить, да, то есть, ну, может быть, свое тело надо почистить, может быть, надо свое пространство. То есть что-то в физическом мире здесь нужно почистить, надо освободить для того, что придет, вот это вот, то, что вы хотите, чтобы это пришло, это не новое, это хорошо вам известное, да, то есть вы уже прикладывали туда усилия, но не довели до результата, а очень хотели бы. И вот вам сейчас не хватает энергии на то, чтобы это дошло до своего, до своей реализации, до своего совершенства, так скажем. И вот этой вот энергии вам сейчас надо напитаться. Для этого вам нужно очистить свою голову, да, допустим, очистить свои эмоции, ну, то есть убрать все негативные неверия, недоверия, там, страдания и все такое. И плюс ко всему очистить свое тело, в прямом смысле метафорическом, то есть в том числе и ваше пространство, вашу машину, ваше рабочее место, компьютеры, ваши гаджеты. То есть здесь должно пройти, вот какой-то момент, знаете, чистки, для того, чтобы освободилось место, здесь вот для чего? Для того, чтобы пришло вдохновение. Вот эта вот энергия, о которой я говорю, да, чистая, для того, чтобы пришло вдохновение, для того, чтобы пришло озарение. То есть для того, чтобы в пещеру попал луч света, чтобы осветилось, вот представьте, пещера, и между камнями есть небольшой зазор. И вот он зарос травой. Для того, чтобы что-то увидеть в этой пещере, чтобы что-то сделать, не хватает света. Вы не можете, у вас нет факела, чтобы зажечь и увидеть этот свет. Что вы делаете? Вы увидели вот эту вот расщелину небольшую, да, зазор небольшой, что она зарос травой. Что вам нужно делать? Надо очистить, надо убрать вот эти сорняки, убрать эту траву, для того, чтобы вот эта вот расщелина, она проявила, чтобы ей ничего не мешало. И тогда, когда появится солнечный свет, он прольет через вот этот вот зазор, да, свой свет внутрь пещеры, и вам станет видно, что вам нужно сделать. То есть вот здесь вот такие энергии идут, метафоричные. Ну, интересно, интересно. То есть для того, чтобы к вам пришло вдохновение, для того, чтобы к вам пришло понимание, пришла какая-то информация, как реализовать то, что вы хотите, надо очистить. Давайте посмотрим, от чего вам нужно очистить здесь, что в данном случае является этой травой, которая закрывает дырка. Ну вот, аркан смерти вот и выпал, да, как будто бы. Что очистить? Прям до костей, да? Обголодали, обголодали как труп до костей. То есть, причем это, я смеюсь, но это ведь так на самом деле, да, то есть в данном случае скелет, это отсылка к, непосредственно к вашей сути, к вашей природе, то есть то, что является вашей основой. Вот лишний опыт, да, лишние какие-то мысли, лишние представления о себе, роли, которые проигрываете в социуме, да, это все наносное. То есть после физической смерти это все уходит, остается только суть, которая, по сути, и перерождается. Вот суть в данном случае, она изображена в виде, в виде скелета. То есть вам нужно убрать вот это вот все лишнее, да, sorry, все, что мешает, уловить суть того, что вот вам нужно на самом деле. И тогда вам станет понятно, в чем заключается здесь эта суть. Ну, не знаю, договорящие карты такие, вот прям либо пространство так говорит, я не знаю. В чем суть, да? Суть в любви. В чем сила, брат? Сила в любви. В данном случае мы видим, да, сердце и две противоположные силы. Противоположные и взаимодополняющие. То есть здесь нужно прийти именно к пониманию того, что то, что хотите вы, оно хочет и вас. Вот такая вот интересная здесь мысль. Вот. И если вы это не получили до сих пор, то есть что-то между вами и тем, что вы хотите получить. И вот это вот нужно убрать. Что здесь в данном случае является? Вот та преграда, которая стоит между вами и тем, что вы хотите получить, эта преграда, она может иметь отношение к каким-то эмоциям, внешним факторам, да, может быть, к каким-то негативным мыслям. Суть здесь заключается в том, что нужно прийти к единению, к самим собой, да, то есть вот успокоиться. Когда приходит успокоение, когда нету раздрая в вашей жизни, когда нету сомнений, когда есть полное слияние, единение и понимание самого себя. И поэтому, как правило, это понимание приходит в состояние любви. То есть любовь – это то, что объединяет все. Скажу такую информацию, не знаю почему, может, кому-то нужно. Если вы смотрели, как идет изображение древа жизни, к сожалению, у меня нету этой, да, то, здесь надо это наглядно показывать, иначе это будет непонятно, то вспоминайте, как у нас идет ключ анг, да, то есть есть такая вот петля, и от нее идет вот это вот как некая такая палочка, да, и как крест. То есть суть в чем заключается? Суть заключается в том, что вот этот вот символ, да, египетский символ ключа анха, который обозначает именно возрастление, соединение, благостное вот это состояние плодородия и изобилия. Почему? Потому что, по сути, да, вот верхняя часть ключа анха, она создает вот этот вот круг, который описывается в древе жизни, то есть по сути, это некая такая петля, которая объединяет абсолютно все сферот на древе жизни. А поскольку модель древа жизни это есть модель нашего творения, то здесь получается, что ключ анг, он является символом объединения целостности. Блин, что-то я как это, когда мне надо что-то вот такое вот объяснить, да, если оно не нарисовано. вот бутылка с водой и грохнулась. Затормозилась я сейчас. То есть, по сути, это египетский символ жизни, плодородия, да, который объединяет все внутри себя, то есть всю вот эту вот вселенную, через состояние любви. Почему? Потому что он в некоторой степени очень похож на символ Венеры, да, на символ любви. К чему я это все сказала и запутала вас, наверное, к тому, что вот любовь, о которой здесь идет речь, да, вот что вам не хватает? Вам не хватает здесь все очистить и прийти к состоянию любви. Но здесь любовь не в понимании, когда я люблю кого-то, а в понимании именно единения, что любовь – это та очень мощная сила, которая объединяет абсолютно все. Каким образом она объединяет? Тем, что она непосредственно живет в каждой клеточке всего живого в этом мире. И таким образом происходит вот некое такое родство, слияние, потому что она как леска, которая пронизывает каждую бусинку для того, чтобы создалось красивое колье. Вот это красивое колье – это, по сути, и есть любовь, целостность всего. Вот эта вот леска, любовь, она пронизывает каждую-каждую клеточку либо каждого человека, либо это может быть человек и вашего желания, то, к чему вы хотите прийти, да, то есть то, что вы хотите и то, что вы еще пока не имеете. Вот связующее в данном случае, да, это является состояние любви. Оно очень мощное, то есть оно и притягивает, потому что есть вот некое такое, знаете, единство. Вообще здесь интересно изображен наркан, да, то есть вроде бы здесь у нас идет сердце, и вот здесь у нас идет сердце, и вот здесь у нас идет сердце, да. То есть три в трех мирах. Три сердца здесь получается. Поэтому вам нужно прийти вот к этому состоянию. Вот как объяснить, как прийти к состоянию любви? Сложно. Почему? Потому что у каждого свое понятие любви. Да, для кого-то там, любовь это к красивому цветку, для кого-то любовь это к произведению искусства, а для кого-то любовь это к хорошей вкусной еде, а для кого-то это любовь поспать, а кому-то это любовь к человеку. То есть у каждого свое выражение любви. И поэтому все это привести к одному знаменателю достаточно сложно. Но вот внутреннее состояние, я очень надеюсь, что каждый для себя сможет ощутить его. Вот вам нужно прийти к единению, прийти вот к этому состоянию любви. И это состояние любви будет для вас вот этой вот животворящей энергией, которая наполнит ваше желание для того, чтобы оно реализовалось. То есть у вас есть желание, вы знаете, что вы хотите. То есть мысль формы есть, но наполнения нету. А наполнение это вот эта вот энергия. А чтобы вот эту вот энергию получить, да, состояние, надо убрать вот это вот все лишнее, что вам мешает. Тогда вы докопаетесь до этой сути. И вот этой вот сутью, вот этой вот энергией, вы сможете наполнить вот свое, свое желание, да, здесь. И тогда оно материализуется. Немножко говорю здесь сложно, но здесь, знаете как, с одной стороны мы как будто бы говорим про духовность, а с другой стороны мы говорим про реальность. Это реальные вещи. И это действительно так работает. И почему я сказала это в третьей позиции? Потому что, как правило, тройки, как я говорю всегда, это практики у меня здесь. И вот это вот некий такой ритуал, который вы должны проделать, чтобы получить то, что вы хотите. То есть здесь вот прям реально настоящая какая-то живая магия. Не в контексте волшебства, да, взмахнул палочкой, и это произошло. А именно в контексте влияния, да, именно в контексте создания творчества того, что я хочу. Ну и я думаю, оно вам подвластно. Вот такая была у меня третья позиция. Моя бутылка с водой грохнулась. Вот. И разлилась. Причем, смотрите, да, у меня бутылка с водой упала. И вот здесь вот. Кувшин с водой разлилась. Значит, вот она живая магия в процессе. Как она мне и показывается, что все правильно ты сказала, значит, так она и будет. Это вот процесс творения. То есть здесь я словесно говорю, а там у меня бутылка с водой упала в реальном мире. Вот такие вот интересные фишки происходят, когда магия действительно живая, когда процесс живой не в теории, а именно на практике. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что посмотрели этот расклад. Хочу поблагодарить еще раз Ларису за идеи к раскладу. Вы тоже можете писать свои идеи. Можете приходить в телеграм-канал. Там тоже я делаю каждый день по возможности расклады. Тоже на тему самопознания. Можете там оставлять свои идеи. А я с вами прощаюсь. Всего вам самого лучшего. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok